Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Ещё одно видео на тему заготовки на зиму. Сейчас буду говорить о классическом варианте, вот классика, ассорти томаты, огурцы и помидоры по классическому рецепту. Я вчера это видео сняла уже один раз, но у меня внук проснулся не вовремя, так сильно заплакал, что пришлось сегодня вот видео переснимать уже в готовом виде. Вчера, когда я снимала, у меня были просто разложены томаты, я вам рассказывала, вот про десертные, про пикантные. Сейчас буду говорить о классическом рецепте, вот на примере этих помидор и огурцов. Как всегда, открываем русский дом. Вот это самый распространённый рецепт, то есть классический, это тот, где соль и сахар у нас в одинаковых пропорциях. То есть, вот эта нотка сладкая, она не выступает вперёд, сахар здесь выступает просто для смягчения вкуса, ну как сказать, чтобы не были просто тупо солёные и всё. Вот сахар он немного смягчает, и всё оно вместе с этими, тут добавляется специи, лавровый лист, перец. Запомните, что в классическом рецепте у нас только перец, лавровый лист и гвоздика. Ну и, конечно, соль, сахар, уксус, это всё ясно. Но если какие-то у нас есть добавки, например, тот же чеснок, тот же лук, это уже не классический рецепт. Вот видите, луковицы, это значит уже, вот я делала вчера пикантные, там, где чеснок, это уже они идут пикантные, где если острый перец, они идут острые, там всякие любительские, всякие разные. Но если классический рецепт, только перец горошком, гвоздика, соль, сахар, уксус, всё. Вот ассорти. Я сейчас подержу, специально на штатив не стала ставить, потому что сказали, что плохо читается. Я вот руками сейчас поднесу, подержу подольше. Кому нужно прочитать, кто хочет переписать, остановит. Вот это самый распространённый рецепт. И от этого рецепта, от классического, как от печки, мы будем плясать, если кто-то захочет более сладкий, или кто-то захочет острый или пикантный, может меняться. Вот смотрите, мы видим здесь 100 грамм соли, 100 грамм сахара. Вот вчера я говорила, что пикантный на основе классического рецепта может указываться в ложках, например. Смотрите, вот 2 столовые ложки соли, 2 столовые ложки сахара. Это то же самое, что в граммах, что в ложках. Может измениться количество уксуса, потому что кто-то добавляет уксуса много, кто-то добавляет уксуса мало, но если у нас одинаковое количество соли и сахара, это значит у нас классика. Дальше, если мы прибавляем сахара побольше, получаются уже вот десертные, про которые я вчера говорила. У них сладость выступает на первое место. Они идут как более сладкие, чем солёные. Есть рецепт, где более солёные, вот такие вот, прям ближе к солонине. Но вот этот вот рецепт, он такой старый, проверенный. Обычно в магазинах, если люди, когда покупают солёные огурцы с помидорами, это вот по такому классическому рецепту, когда начинаешь их кушать, они не сладкие, а такие ближе к солёному. Всё, вот это огурцы и томаты ассорти по классическому рецепту делаем. Вот это можно делать без стерилизации, двойной заливкой. Заливаем горячей водой, 10-15 минут постоит. Потом сливаем, в маринад добавляем всё, что нам нужно, смотря на сколько банок выращитано. Соль, сахар, всё остальное заливаем, закатываем, закручиваем и укутка на сутки. Вот девушка сегодня одна, зрительница, уже спросила, вот когда про десертные я говорила, как стерилизовать. Поставила в холодную воду и нагрела до кипячения. Я делаю немножко не так, я не знаю, все делают, наверное, по-разному. Поэтому я готовлю водяную баню заранее, но водяная баня это кастрюля и в ней вода. Нагреваю её, но не до кипячения, а примерно 70 или 80 градусов близко к закипанию. Когда я заливаю в банку горячий рассол, прям кипяток, сразу ставлю его в горячую кастрюлю, минут через 5 она закипит и вот 5-10 минут после закипания потом закатываю. Если поставить в холодную воду и холодный раствор, это уже не то. Раствор, вот это вот содержание должно быть обязательно горячее. Заливаем прям горячей сюда водой, ставим в горячую уже воду, чтобы не было никаких у нас перерывов. У нас эта стерилизация заменяет второй, так вот если методом двойной заливки, вот двойную заливку эта стерилизация заменяет. Как мы делаем двойную заливку? Мы залили горячим, слили, потом тут же сразу опять заливаем, снова горячим и укутываем. И вот то же самое с водяной баней. Обязательно в горячую воду, в горячую банку. И если у вас, вы накладете очень-очень высоко, то вот она сказала, поднялись эти, начали ломтики всплывать, немножко вот так накладывайте до плечиков, чтобы не было сильно высоко. При нагревании всё это расширяется, всё это поднимается, увеличивается объём, может растительное масло вытечь. Ну, один раз, два раза сделаете, вы потом приноровитесь и будете делать. Так всё, я не буду задерживать тех, кто хотел посмотреть маринованные огурцы и помидоры ассорти. Следующее видео сейчас по вопросам зрительницы, вот опять же про десертные, почему у неё сладкие не получаются. Я расскажу, как можно изменить рецепт в свою пользу, в свою сторону. А пока до свидания. Желаю, чтобы у всех консервы, консервация получалась, чтобы ничего не взрывалось. Кто не любит сильно сладкое или сильно острое, вот, пожалуйста, этот рецепт ассорти. Он вечный, он на все времена. Это вот самый такой средний, стандартный. 100 грамм соли, 100 грамм сахара на 2 литра воды. И заливаете хоть помидоры, хоть огурцы, хоть ассорти вместе помидоры и огурцы. Он идёт для всех овощей. Всё, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»